Туманное утро Миннеаполиса. Сентябрь. Вот на работе на склад приезжаешь и маски, перчатки, санитайзер, влажные салфетки спиртовые, маски черные выдают. Вот так должен выглядеть правильный техник, а не такие распиздяви как мы. А вот это те, у кого мы забираем работу, так называемый файбер, который не обновляют. Компания Censure Link до одного гигабита обещают интернет, но дрова. Чудесное осеннее утро в Миннеаполисе. Тишина. 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 Новый дом. Уже есть линия, куча этих самых кабелей, пытаюсь найти свой, это я уже понадевал фитинги, не могу ничего найти, где-то еще прервалась, где-то есть внутри дома коробка. Находим бойлерную панельку. Тут просто вязанка, сейчас будем искать нашу. Нашелся из 404, бывает сразу втыкаешься, бывает вот так. Сейчас едем покупать аккумулятор. Вышел после первой работы, машина не заводится, это уже все, аккумулятору конкретный кирдык. Если с утра я ехал, ехал, долго-долго, и машина чуть-чуть постояла и просто перестала заводиться, короче, ну это все уже. Если кто заметил, я последний стрим, когда проводил, такая же тема была, то есть я постоял час, поговорил на стриме, ну понятно, что машине два года и плюс аккумулятору два года это не так много. Для меня удивительно, что приходит кирдык, но не будем забывать, что у меня работа такая, что я по 20 раз в день его туда-сюда завожу, завожу, глушу, завожу, глушу постоянно. Да, двигатель 5,7. И плюс еще, не будем забывать, что здесь подопиханы всякой электроники, плюс постоянно у меня там регистраторы, этот экран огромный, зарядки телефонов, навигаторов, также потребление идет и коробка, и все на свете. Короче говоря, едем сейчас покупать аккумулятор, потому что уже я прикуривал четвертый раз, меня это задолбало, а что-то там заряжать, подзаряжать, это дрочило, вот в этом магазине сейчас купим аккумулятор, автозон. Дуроласт у них тут один, сплошной. Сплошной Дуроласт. Сплошной Дуроласт. Сплошной Дуроласт. Баттериум для Рам 1500. Рам 1500. Товероласт. fantasор. О, окей. Помышленный у нас есть какой-то ласки什么 chatting сейчас? Наскидить как раз, может обидетьMaybe, это неиход Tudo Bienственное следствие date. 南 mass немало-ть bacterial. Оченьеще Möglich, чем до года там.'" В 2018. 2018? Vadиной или другая? Что самодель? А Basically, как оба-ш egg-мод, биг-хорн, мост, ларамяя, overwhelming. It's a limited. Lonely Star. Lonely Star. Okay. 4-wheel drive, I assume? Hmm? 4-wheel drive? Yeah, 4-wheel. You've got the 5.7 in it? Yeah. I got two options. I got just a standard gold, 3-year warranty, just a standard lead-acid battery, $159.99. Core will wave, obviously, because we'll be doing the change for you. Otherwise, I've got an AGM gel cell battery, $199.99. Which one is better? Which one is better? Overall, this is a better battery, but they're both about the same, to be honest. About the same? Yep. Yeah, this one's just a little bit better because it's not a lead-acid, it's a gel cell. Okay. It's an AGM, excuse me, glass man. Okay, so if you said there was no difference, so I can take for $160? Yeah, absolutely, I would. And we can change it right now? Let's go look real fast. The battery has a lock, I don't have any keys, I can't get up there, I can't get up there, I can't help. Now the guy from the store will help me. But, it's free. I just completed my first job and come out from the customer and the engine is not starting. Gotta love that. I already bought, you know, cables. I just started the engine all the time. Oh, jumper cables, yeah? Yeah, jumper cables. And, uh, it's four times I started already. Oh, wow. So, today I said, fuck that, I have to buy a new one. Right? Every time, you know, I have to looking for somebody who can help me to start it. Right. Yeah, it makes for a long day. Just, you know, I don't want to lose my time. Right? I have to work now, but I do all this shit. I like your tattoos. Thanks. One of my good friends is a tattoo artist. He was living with me for a while. You, he was a street fighter or something? You have this? No, it's to get the point across. I suppose you can call it that. Street fighter? Yeah, I suppose. When he was younger. Yes, sir. For the installation of the store, I didn't pay anything for anything. It's, I understand, a pure initiative of the supplier, who helps to change the battery. I think I'm not one of those. 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 And so it works. It works. Well, yeah. The power of the battery I looked at it immediately. It was normal. It was normal. So, the problem is not in the generator. It was normal. It was normal. There is no one, but it doesn't mean that it was the two that were ordered. Look, see. It's a bike that has taken. I see. There is a happy brown area. And the police Railway put a stationery thing on this site with cameras and power to fire them. I understand. понимаю это сейчас мы едем по аллее так называемая аллея то есть это сзади домов хозяйственная часть то есть здесь въезды в гаражи мусорники коммуникации столбы все остальное это не везде так более-менее новых районов очередной мостик через миссисипи более-менее современном каком-то варианте ничего грандиозного просто мостик чуваки студенты куча пацанов просто в одной хате марихуана по всему столу разговаривают хриплыми голосами молодые лет под 18-20 короче студенты отрываются от родителей приезжают просто куча пацанов там один жарит какие-то котлеты на улице ну тут правда дочь пошел жарит какие-то эти ну гамбургеры котлеты для гамбургеров вторые там что-то шобуршат по дому там человек десять их молодых один лежит читают ведь играет компьютерные игры ну короче оторвались от родителей такой знаешь целый дом кутов-кобейнов блин все заросшее тут нафиг никому ничего не надо все студентам сдается студенческая гетто хочу вам сказать коротко у нас принято считать что гетто это что-то ужасная убогая нищая несчастная на самом деле в америке гетто если говорить понятно что есть полная жопа блин опять же все зависит от городов и от штатов но по большому счету если рассматривать что есть элитные районы то в данный момент вот сейчас мы с вами едем по гетто но только гетто это несет другой смысл совсем не в том плане что тут все нищие понимаешь и обездоленные босиком ходят и кушать нечего а имеется ввиду что это свое своеобразные свободные зоны понимаешь соответственно в каждом городе своя специфика да но если ты возьмешь там где-нибудь здесь например вот это гетто это в основном просто там где живут простые люди в данный момент там в меня полисе там эти студенческие есть студенты которые живут в элитных районах там в элитных домах есть студенты как он сейчас пацаны там 10 штук вот был бы я пацаном нафиг не эти элитные районы элитные дома если здесь у них дом через дом живут пацаны они собираются в одной хате курят план играют компьютерные игры веселятся заводят телок блин пьют пиво трахаются и все остальное понимаешь это здесь это здесь в гетто в элитных районах это невозможно если ты будешь устраивать там студенческие сабантуи то соседи элитные блин будут вызывать тебе полицию постоянно и все остальное понимаешь то же самое если ты возьмешь карантин например в нормальных там так называемых районах во время карантина жесткого нигде ничего не работало никакие не общепиты ничего все ходили зашкурены в масках и все такое так называемых районах попроще или скажем так в гетто все работало и никто никого не заставлял одевать маски блин понимаешь если ты возьмешь нормальные какие-то районы с зелеными лужайками то там на заправке тебе скажут оденьте маску там сделаю ну короче вот это все понимаешь а если ты возьмешь районы попроще то там никто тебе не скажет что тебе делать тебе никто там не скажет одеть маску блин понимаешь в чем тебе ходить как тебе смотреть в чем тебе одеваться понимаешь и только в гетто возможно тёлки которые на газонах отдыхают в купальниках загорают понимаешь молодежь которая курит план черные которые ходят с пистолет сидят около своего дома курят план с пистолетом на коленях и это ничего страшного это прикольно это классно и понимаешь здесь эти все лоу райдеры байкеры там и все остальное то здесь люди живут это не те помидоры на грядках понимаешь которые как в этих в парниках растут вон чувак стоит черный танцует пляшет дождь идет у него все классно блин жалко в камеру не попал прикольный такой у тебя сейчас просто ну потихонечку едем удал через так называемые районы попроще как вы видите если вы возьмете дома дороги да то блин да нормальный район в той же самой россии украине белоруссии хуже чем блин здесь в так называемом гетто блин понимаешь в плане дорог и всего остального до дома пластиковые 5 10 только я не понимаю почему все до такой степени трясутся чтобы у них были дома какие-то каменные блин в чем проблема блин эти дома стоят по 150 лет пластиковые легкие в ремонте и как показывает миннесота где зимой бывает до минус 40 люди как-то вживут в них и все нормально блин вот вам вот вам где-то если ты возьмешь какой-нибудь там лос-анджелес понимаешь там ни фига там не бедные там где-то больше денег чем чем где-либо блин понимаешь ну да там ребята там больше криминалу там занимаются своими делами ну там свободно в том плане что ты можешь делать там в меру разумного что хочешь понятно что есть какая-то ответственность и все остальное вот что такое где-то в америке как я это вижу это если вы слышите слова гетто это значит что речь идет о свободной территории где люди сами решают как им жить если будет какое-то жесткое нарушение туда приедет полиция в некоторые где-то и полиция не приедет если будет там какой-нибудь убийство или еще что-то но никто тебя здесь не будет трогать за какой-нибудь план там еще за что-нибудь там понимаешь отдыхай главное не нарушай свободу других людей чтобы твоя свобода заканчивалась там где начинается свобода другого вот и все здесь особо я вот сколько езжу редко редко когда-никогда там чтобы вот в этих улицах ездила полиция понимаешь что он просто ездит и там контролирует сует свой нос во все дела останавливает каких-нибудь там молодых шмонает их там лазит у них по карманам и все остальное я такого не видел ну то есть в америке как бы вообще это не принято спрашивать какие-то документы там у кого-то там знаешь там покажи свою прописку там лазит тебя по карманам что-нибудь там подкидывать тебе наверное это тоже присутствует где-то как-то но это не такая не имеет такой массовости опять же все зависит от штата все зависит от штата от района от конкретного городишки от конкретной улицы везде свои разные проблемы поэтому сейчас я говорю исходя из того что я видел в тех городах где непосредственно такую прикольную штуку нашел бордюр на бордюр приклеена короче не лить сюда всякое говно потому что вода течет в миссисипи ривер в реку миссисипи а вот веселые пацаны веселые пацаны муравьи вообще нереальные просто нереальные я тебе говорю один мекс стоит шестерых любых посмотри что творят эти муравьи я уверен они эту крышу зашпаклюют сегодня за один день блин это терминаторы чистое мексиканская музыка все дела боевые муравьи может быть не всегда в качестве но сука быстро видимо мексиканская музыка дает такой буст короче драйв красавцы а вот еще они боевые муравьи газон карапуз травка для газончика смотри какой красавчик пакет р пакет 2 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девушка подумала, что я с ней разговариваю... Прикол в том, что приходишь работать к кому-нибудь в дом... А рядом стройка идет... И миксы... У них музыка всегда... Мексиканская... Я говорю, у вас тут весело... Она говорит, ой блин, я уже жду не дождусь... Когда они уже строят, закончат... Я уже... Я скоро по-мексикански сама начну разговаривать... И танцевать... Вот дом... Обычно люди только заезжают... Ни хрена нету еще ни мебели, ничего... Надо подключить 3 бакса и модем... Дон... Черный чувак... На дочь Рэми... Там еще второй этаж... Туда не пойдем... Кухня... Ну черный такой, в туфлях... В галстуке... Поднял техническую зону... То есть тут стиралки... Еще одна комната... Еще одна комната... Короче, по сути, трехэтажный дом... И вот здесь вот у нас connection... Здесь вот будем... Это гардеробная... Гардеробная первого этажа... Ну обычно тут для зимних веселья... Для всякого такого... Соответственно тут их... Штуки 4... В каждой комнате еще... Вот такая жизнь кабельщика... Из гетто на зеленые лужайки... Никогда не знаешь, где будет следующая работа... Ты можешь из жесткоча... Вообще полного... На следующей работе быть уже... На гольф-полях... В бассейнах... И Lamborghini, блин... А следующая работа может быть опять... С жесткочом... Разнообразие... И это круто... Сейчас вот подъезжаем... Посмотрим, что нас там ждет... С модемом там что-то... Нет... Нет подключения... Или я не знаю, что там с ними... Не работает, короче... Вон, видишь, какой шикардос... Тут у них все... Миленько... Резкий поворот... Озеро... Я так и думал, что тут будет озеро... Ну вот и приехали... Озеро с кувшинками... Красота... Красота... Вот моя машина стоит... Походу тут кто-то просто отщебучил... Ему было не кайф лестницу тащить... И он заказал, что надо закапывать кабель... Какой-то способный малый... И мне сейчас вот это вот нести надо будет... Сейчас расстояние покажу... Это необычная фигня... И вот столб... Вот сюда... Вот надо тащить лестницу... Тут еще по горам... По этим... На видео... Не знаю... Видно, не видно... Оно вот все вот такое вотное... Я-то не помру, блин... Ну, сука... Вы заебали способные... Внизу просто рулон, короче... Сюда натянул... Оно-то ничего страшного... Видишь, вот крючок был... То есть изначально здесь... Был... По воздуху кабель... Верел... На вот тот дом... Ему не кайф было лестницу тащить... Он заказал прибыль... Ну, ладно... Дай Бог тебе здоровья, мальчик, блин... У меня всегда валяется... Ящичек... Пипсиколки... Или Доктор Пейпер... В железных банках... Почему в железных? Потому что в железных... Даже когда на улице... Жара... Она все равно прохладная... А сейчас, когда уже похолодало... Сейчас в конце рабочего дня... Надрочился с этой лестницей, блин... Там ходил туда-сюда, блин... По 200 метров... И открываешь... Пипсиколку... Зглотаешь ее... И хочется снова жить... Все хорошо...